Жители Каратайки едва ли не самые запасливые люди в Ненецком округе. К такой жизни сельчан приучили сложности с питьевой водой в поселке, где нет ни колодцев, ни скважин, ни водозабора. Когда в поселке появится вода, ответ на этот вопрос озвучил глава Заполярного района Александр Безумов на встрече с жителями поселка. В Каратайке сложно напиться досыта. Достать питьевую воду в поселке – целое приключение. Особенно весной, когда единственный источник воды превращается в непроходимое болото. Спасение одно – запасаться. Представляете, как мы сидели все на строгом пайке с водой. Хорошо вот эти кубики, которые геологи нам подкинули. У каждого дома мы, наверное, видели, да, сейчас стоят такие кубики, что мы запасались водой. Но это ведь тоже не делали. У кого есть транспорт, это очень хорошо. А есть же люди, у которых нет транспорта, которые не могут запастись. Все эти вопросы жители поселка задали главе Заполярного района Александру Безумову в ходе его рабочей поездки в Каратайку. Что делать? О программе «Чистая вода» здесь и не слышали. Речи не шло не то, что об установках очистки воды, даже о колодцах. В то же время сами сельчане хотят воду сразу в кране. Одно из чаяний жителей Каратайки – водопровод. Сейчас весь поселок черпает питьевую воду вот отсюда. До ближайшего дома – 700 метров. А само озеро скорее напоминает запущенный садовый пруд. Неудивительно, что молодежь не хочет жить в таких условиях и в конечном счете уезжает в город, сетуют жители Каратайки. Сооружение водопровода – дело не одного дня. Найти средства, разработать проект, выстроить водозаборы, установки очистки воды. А главное – согласовать документы во всех инстанциях, включая СЭС. Максимум, что смог пообещать Александр Безумов – попытаться включить эти мероприятия в бюджет следующего года. А это возможно только если поддержку окажет округ. За Полярному району на такой комплекс денег не хватит. На все средства найти, тем более, когда бюджет района финансируется за счет средств бюджета округа, практически более чем на 70%. Ну, сами понимаете, что это достаточно сложно. А значит, человек с коромыслом будет украшать сельский пейзаж в Каратайке еще не один месяц. Дмитрий Щепанов, Александр Усачев, Телеканал «Север». Субтитры создавал DimaTorzok